Он оттуда приехал, прыгал от радости, что наконец-то появился такой ствол, который может работать и на большие расстояния. И когда мы с ними поработали, первое время, первые разы, первые выстрелы, это был шок. В отличие от большинства зарубежных образцов, у винтовки винторез глушитель не является дополнительным устройством. Он охватывает ствол, являясь частью оружия. Это позволило при существенном снижении звука добиться малых габаритов. Благодаря особой конструкции возвратного механизма, даже лязгание затвора стало значительно тише. Противник может потерять от огня снайпера десятки солдат, прежде чем поймет, что происходит. Ночью, в условиях противопартизанской войны, одним из самых демаскирующих факторов является зажженная сигарета. Вы видите уникальный кадр. Бывший снайпер группы «Альфа» из винтореза попадает в сигарету, которая находится за 100 метров от него. В боевых условиях для ее обладателя это был бы последний момент жизни. В городских условиях эффективность, она, скажем, метров 100, ну, 150. А больше не надо. А вот до 200 метров, куда скажут, куда надо, в 5 копеек, значит 5 копеек. Я имею в виду старые советские 5 копеек. Автомат «Вал» несколько тяжелее винтовки и отличается складывающимся металлическим прикладом, что делает его удобным при действиях в зданиях, подземных переходах, окопах и в лесу. При этом он унаследовал высокие характеристики точности. Не случайно в войсках его нередко называют снайперским автоматом. Для вала и винтореза был разработан специальный бронебойный патрон SP-6, способный на расстоянии 100 метров пробить стальной лист толщиной 6 миллиметров. Это позволяет не только прошить любой бронежилет, но даже выводить из строя ракетные пусковые установки, передвижные РЛС и машины управления.